Каким будет и когда полетит самолет Байкал? 20 сентября 2019 года BMPD.LiveJournal.com Каким будет и когда полетит самолет Байкал? Веб-ресурс авиации России опубликовал материал Андрея Величко Каким будет и когда полетит самолет Байкал? В котором говорится, что с самолетом, который должен прийти на замену Ан-2, возникает все больше вопросов, которые накапливаются по мере того, как чиновники разного уровня и другие ответственные лица предлагают нам все больше и больше информации по этому проекту Проблема заключается в том, что в тех сообщениях, которые мы слышим и читаем, очень слабая взаимосвязь к разработке самолета Байкал подключаются новые участники, но не объясняется причина отказа от запуска в серию практически готового ТВС-2ДТС В этой связи становится непонятным, кто и что разрабатывает, каким получится конечный продукт и главное когда Предположительное эскизное изображение легкого 9-местного самолета Байкал разработки АУРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ УЗГА С УЗГА Авиation21.ru Давайте соберем всю фактическую информацию, которая имеется в открытых источниках, а потом попробуем ее обобщить и сделать некоторые выводы 1. ТВС-2ДТС, Сибния Впервые законченный демонстратор технологий самолета на смену Ан-2 был представлен на статической экспозиции МАКС-2017 До этого Сибния показывал на авиасалоне промежуточные результаты своей работы ТВС-2ДТ Работа над ТВС-2ДТС велась в институте по заданию Минпромторга в рамках федеральной целевой программы развития гражданской авиационной техники России на 2002-2010 годы и на период до 2015 года В 2017 году самолет был готов, самостоятельно перелетел из Новосибирска в Жуковский и был представлен посетителем МАКСа Изначально не предполагалось, что Сибния будет заниматься его серийным производством Новосибирский институт должен был разработать технологии, которые могли бы быть применены в производстве самолета на 9 пассажиров В 2017 году в Сибнию так и говорили, что разрабатывают конструкторскую документацию, которую любой желающий может купить, доработать и запустить в серийное производство В феврале 2018 года в ходе российского инвестиционного форума в Сочи было подписано соглашение об организации местных воздушных линий в Сибири и на Дальнем Востоке Для чего необходимо создать новую авиакомпанию на базе одного из уже существующих в Якутии авиаперевозчиков, основу парка которой должны были составить легкие многоцелевые самолеты ТВС-2ДТС Соглашение также предусматривала организация серийного производства ТВС-2ДТС на мощностях Улан-Уденского авиазавода, УАЗ, входящего в холдинг «Вертолеты России» 2. Вертолеты России и Улан-Уденский авиазавод В апреле 2018 года УАЗ и якутская авиакомпания «Полярные авиалинии» подписали долгосрочный контракт на поставку самолетов малоавиации ТВС-2ДТС Первую партию предприятия планировало передать в 2021 году Об этом сообщала пресс-служба ГК Ростех Тогда же стало известно, что на УАЗ пройдет подготовка производства для выпуска самолетов Байкал В начале ноября 2018 года стало известно, что производство трехопытных образцов самолета Байкал, ТВС-2ДТС, начнется на Улан-Уденском авиазаводе В 2020 году, конструкторская документация уже передана в производство, сообщила РИА Новости со ссылкой на официального представителя холдинга «Вертолеты России» на авиасалоне В конце марта 2019 года эту информацию подтвердил научный руководитель Сибния Алексей Серьезнов Он уточнил, что институт передал документацию на самолет Байкал на Улан-Уденский авиационный завод Также он сообщил, что в конструкцию шасси самолета были внесены изменения, поскольку первоначально установленное арочное шасси не показало себя Серьезнов также отметил, что уже поступил заказ на 200 воздушных судов из Якутии 3. АО Камов В середине июня 2019 года Интерфакс сообщил, что АО Камов к августу должно подготовить конструкторскую документацию на самолет для местных линий Предприятие получило контракт Минпромторга РФ на подготовку НЕКР для создания перспективного легкого многоцелевого самолета для местных воздушных линий Согласно материалам, одна из ведущих российских вертолетостроительных компаний должна будет определить актуальные требования рынка к легкому многоцелевому самолету под шифром Байкал ТПЭП Сформировать его облик и основный алет на технические, технико-экономические, эксплуатационные характеристики, подготовить ТЭА и техническое задание на разработку В конкурсе Минпромторга также участвовал Улан-Удэнский авиационный завод, который просил за свои услуги 49,95 миллиона рублей Именно это вертолетостроительное предприятие будет осуществлять серийный выпуск самолета Байкал Зачем понадобилось заново разрабатывать техническое задание и облик самолета, проект которого уже передан на авиазавод для запуска в серию Не только не объяснялось, а даже не упоминалось, что наводило на мысль о полном отказе от ТВС-2 ДТС 4. Уральский завод гражданской авиации В августе 2019 года Минпромторг разместил на портале газзакупок заявку на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию легкого самолета Согласно материалам закупки, на разработку планируется потратить более 1,2 миллиарда рублей 12 сентября Минпромторг определил разработчика самолета на замену Ан-2, им стал Уральский завод гражданской авиации, УЗГА Это следует из протокола подведения итогов открытого конкурса Ранее главный конструктор УЗГА по самолетостроению Вадим Демин сообщал, что завод предлагает разработать девятиместный моноплан на замену Ан-2 По его словам, самолет будет иметь максимальную взлетную массу 4800 килограммов, что в 1,5 раза меньше, чем у ТВС-2 ДТС Это соответствует нормам АП-23, которые устанавливают ограничения по весу для легких одномоторных самолетов 5700 килограммов До декабря 2019 должны быть созданы чертеж общего вида самолета и эскизно-техническая проектная документация Проведены расчеты на статическую прочность, а также сформирована рабочая конструкторская документация на планер, его системы и силовую установку Комплект конструкторской документации на опытный образец планируется создать до сентября 2020 года, затем к декабрю должен быть создан опытный образец самолета для статических испытаний И опять ни слова о том, зачем снова проводить НИОКР, если Сибнио уже все давно сделал и построил летающий прототип А главное непонятно, зачем привлекалась ведущая вертолетная КБ страны к этому проекту и продолжит ли оно участие в разработке, если для этого выбран УЗГА 5. Выбор силовой установки рекомендации ЦАМ 17 сентября 2019 года Центральный институт авиационного моторостроения имени ПЭИ Баранова выдал заключение на аванпроект легкого многоцелевого самолета «Байкал» разработчика УЗГА В части силовой установки в аванпроекте представлены два альтернативных варианта самолета, одно и двухдвигательные монопланы Окончательный вариант будет определен на этапах эскизного и технического проектирования В составе силовой установки самолета «Байкал» предполагается применить турбовинтовой двигатель ВК-800С Эксперты ЦАМ пришли к выводу, что представленный разработчиками аванпроект может быть принят для дальнейшего выполнения на его основе опытно-конструкторских работ Рекомендовано остановиться на двухдвигательной компоновке, при необходимости, создать в будущем на ее основе однодвигательный самолет Легкий многоцелевой самолет «Байкал» Обобщая вышеприведенную информацию, очевидно, что самолет, который должен заменить Ан-2, будет разработан, испытан, сертифицирован и запущен в серию Минпромторг занимается этим проектом очень активно, подключая к нему ведущие холдинги и корпорации Можно предположить, что будут разработаны два самолета на базе унифицированного проекта на 9 и 19 мест Обе версии будут представлять собой цельно-композитные монопланы В качестве силовой установки будет применен двигатель ОКП Климова ВК-800С На 9 местной версии установит один двигатель, на 19 местных два Демонстратор технологии ТВС-2ДТС оснащен американским турбовинтовым двигателем 12 тюань взлетной мощностью 1100 лс и петилопасным реверсивным винтом производства компании США Отказ Минпромторга от запуска в серийное производство самолета ТВС-2ДТС можно объяснить необходимостью максимального сокращения количества импортных комплектующих Ставить важнейшую программу легкого многоцелевого самолета в зависимости от настроения американских партнеров после всех их приветов Минпромторг не будет Кроме силовой установки и некоторых самолетных систем иностранного производства Сибния использовал в конструкции планера, крыла и оперения ТВС-2ДТС и импортные композиционные материалы В новом самолете все компоненты для изделия из ПКМ должны быть российскими Здесь можно сказать, что прекращение иностранных поставок ПКМ для среднемагистрального самолета МС-21 косвенно сказалось на сроках начала серийного производства и самолета Байкал Учитывая, что это цельно-композитный самолет, требуется перепроектирование планера и проведение новых статических и ресурсных испытаний Схема самолета Моноплана выбрана исходя из задачи снизить массу планера с тем, чтобы уложиться в требования авиационных правил к одномоторным самолетам с одним двигателем и обеспечить возможность применения российского двигателя, мощность которого меньше американского АО «Камов» сформировала облик, основный летно-технические, технико-экономические и эксплуатационные характеристики самолета Подготовила технико-экономическое обоснование и техническое задание на разработку Уральский завод гражданской авиации подготовил аванпроект на две версии самолета и в дальнейшем продолжит разработку с учетом технологического задела, полученного в Сибнио при создании ТВС-2ДТС Серийное производство самолета «Байкал» будет развернуто на Улан-Уденском авиазаводе холдинга «Вертолеты России» До конца 2019 года должен быть представлен общий вид самолета, хотя уже сейчас есть эскизы, по которым можно судить, что это будет подкосный моноплан с верхним расположением крыла Учитывая, что проектная документация должна быть разработана до сентября 2020 года, а опытный самолет для статических испытаний построен к декабрю 2020 года, то начало серийного производства можно ожидать не ранее первой половины 2022 года Право на данный материал принадлежат bmpd.livejournal.com Материал размещен правообладателем в открытом доступе